Трехлетний ребенок упал с пятого этажа дома по улице Ряхова. В крайне тяжелом состоянии с множественными травмами мальчик доставлен в реанимацию. В связи с начавшимся капитальным ремонтом сети 25 жилых домов на месяц отключили от горячей воды. Еще 13 домов останутся без воды до 10 сентября. А жилой массив Акшат-2 никак не может добиться подключения к холодному водоснабжению. Люди по старинке ходят в колонки и ждут приезда водовоза. Морковь и капуста подорожали на этой неделе, по данным облстата. Вместе с тем на 4% подешевела гречка и на 1% снизилась стоимость сахара. Здравствуйте! Вы смотрите программу Факт. В студии работает Ирина Черней. Трехлетний мальчик получил множество тяжелых травм и чудом остался жив после падения из окна пятого этажа. Несчастный случай произошел накануне в доме по улице Ряхова. Врачи областной детской больнице делают все возможное, чтобы помочь ребенку. Пока он находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое. Закрытый перелом третьего, четвертого ребра, закрытый перелом четвертого, пятого позвоночника, грудного отдела позвоночника. Закрытый перелом крестца. Состояние ребенка на данный момент остается крайне тяжелым и проводится интенсивная терапия. Подобные несчастные случаи учащаются в теплый сезон года. Оставлять детей одних дома без присмотра крайне опасно. Родителям стоит быть бдительными и по возможности оборудовать окна предметами безопасности. И не оставлять своих чад без присмотра. С начала этого года в областную детскую многопрофильную больницу с различными травмами поступило шесть детей, которые выпали из окон. К счастью, все остались живы. Последний случай, произошедший по улице Ряхова, стал седьмым. С 11 июля до 10 сентября некоторые октябринцы не смогут пользоваться горячей водой. Сейчас идет капитальный ремонт системы теплоснабжения. Подрядчики по заказу Октябресу Энерджи Групп меняют старые трубы на новые в разных частях города. На один из участков в рамках ремонта в этом году потрачено порядка 100 миллионов тенге. Пока без горячей воды, зато зимой в тепле. В таких условиях сейчас вынуждены пребывать жители некоторых районов нашего города. Компания АО «Октубесу Энерджи Групп» до 10 сентября будет производить капитальный ремонт. Сегодня мы побывали на одном из таких участков по проспекту Аблхайрхана. Здесь идет замена труб и временно отключена горячая вода. В домах 30, корпус 1, 30А, 32, 34, 36, 36А и 38. На место ранним утром приехали рабочие. Ремонтом здесь занимается подрядная компания ТО «Обэстрой Групп Инжиниринг». Здесь капитальный ремонт, демонтаж существующих труб, замены на новые. Обратно, потом, после как заменим, здесь трубы заменим, задвижки. Тут были немножко небольшие затруднения, неучтенные кабеля были. Ну ничего, все прошли потихоньку. Теперь осталось у нас сейчас демонтировать, потом начнется монтаж. Демонтаж где-то еще дней, неделю где-то будет демонтаж идти, а остальное время будет у нас монтаж. Монтаж тоже где-то так. Полностью готовить участок от эпидемного сезона? Да. Этот участок от того колодца до Пацаева. Специалист компании отметил, что новые трубы должны прослужить 20 лет. Отсюда замена труб и задвижек будет идти вплоть до улицы Пацаева. Некоторые из жильцов в курсе текущего ремонта. Люди готовы потерпеть отсутствие горячей воды и надеются, что зимой не замерзнут. Конечно, большое неудобство. В других городах и в других местах это неудобство, конечно. Ну вот специалисты утверждают, что они меняют на новые трубы. Как считаете, это нужно такое подготовление к отопитерному сезону? Можно много чего говорить, конечно. Это старая сказка. Только в прошлом году все трубы поменяли и на улице, и везде. И как новый отопительный сезон после новых труб было? Ничего, у нас председатель хороший. Некоторые дома будут отключены от воды до 10 августа, а другие дольше – на целый месяц, до 10 сентября. Сейчас на участке уже завезены новые трубы, а в дворы перекопаны. АО «Активису Энерджи Групп» продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим будет проводиться капитальный ремонт в сетях. Также сообщаем, что с 11 июля по 10 сентября подача горячей воды будет временно ограничена в некоторых домах по следующему адресу. До 10 сентября улица Братья Жубановых, проспект Али Молдуковы, проспект Абулхайархана, улица Моресева и Пацаева. До 10 сентября подача горячей воды в некоторых домах будет ограничена по улице Рысколова, Турмагамбетова, Успанова, Металлургов, Еситбатыра и Алтниемель. Жители жилого массива Акша-2 годами ждут, когда к их домам подведут воду, пока единственными источниками живительной влаги для них остаются водовозы и единственная на весь район водоразборная колонка. Вдобавок ко всему, из-за отсутствия воды на днях здесь не смогли предотвратить крупный пожар. Это кадры пожара, который несколько дней назад охватил сухостой вблизи жилых домов массива Акша-2. По словам местных жителей, площадь возгорания составила 2 гектара, а своевременно ликвидировать очаг помешало отсутствие воды. Необходимых ресурсов для тушения не было даже на местной станции Ак-Тюбесу Энерджи Групп, до чьих порогов огонь также добрался. Кулак рядом находится, но в этом Ак-Пулаке элементарно не оказалось, у них не оказалось никакого инструмента для потушения своего же пожара, когда в их сторону прошло. У них элементарных инструментов не оказалось даже, как там шланг называют, потому что в шланге не оказалось, чтобы потушить свой пожар, который в их территорию перешло. Я столько, что у них ничего не оказалось. Там единственное, я увидела два ведра и все, больше ничего нет у них на руках. Проблема отсутствия водоснабжения является самой главной в массиве. При этом, по словам жильцов, здесь нет также и дорог, в результате чего возникает перебой с общественным транспортом. Источниками живительной влаги здесь являются водовозы и единственная на весь район водоразборная колонка. При этом в соседнем первом Ак-Шате водоснабжение есть, но когда цивилизация дойдет и до второго, неизвестно. План по созданию трубопровода у нас есть. Мы отправим его в Управление энергетики, чтобы выявить расположение подземных источников вод. Сейчас ведутся работы по поиску такого источника. Процедура должна закончиться в 2024 году в октябре. В Управлении нам дадут заключение, а потом только начнется разработка проектно-сметной документации, которая завершится не раньше 2025 года. А потом уже начнем запрашивать деньги из госбюджета. Как следует из слов сотрудников Акимата, водоподведение жильца Макшат-2 придется ждать не меньше двух лет. В то же время отсутствие водоснабжения является насущной по всему Казахстану, но при этом строительство новых пригородных жилых массивов без инженерных сетей продолжается. Влад Рогушев, программа «Факт». Судебные премии по делу Акима Октябрьской области Ермека и Монтаева продолжаются. Сегодня в городском суде номер 2 сторона защиты пыталась убедить судью в необходимости перевода их клиента под домашний арест в связи с состоянием здоровья. В изоляторе Ермека и Монтаев содержатся с февраля этого года. В 2017 году, в 2018 году было проведено стентирование, было установлено два стенда. В 2023, вот только что гособвинение, мне было указано о том, что в 2023, в мае месяце, также было установлено два стенда. Сейчас у человека четыре стенда стоит, получается, в сердце. В СИЗО мы ходим через день, там, на улице 42-43 градуса жары, там, как в бане, невыносимо. У человека каждый день фиксируют повышенное давление с ишемической болезнью сердца, но это невыносимые условия. У него есть адрес прописки здесь, в городе Ахтубе, обеспечен защитниками, от следствия и суда скрываться не собирается, показания дает, от следственного действия не отказывается. Я думаю, есть все основания для перевода на домашний арест. Напоминаем, Ермек Имонтаев обвиняется в том, что, являясь в бытности руководителем акционерного общества СПК Ахтубе, три года назад злоупотребил должностными полномочиями. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Судья назначил вынесение вердикта по факту перевода подсудимого под домашний арест на завтра. Однако адвокаты, помимо изменения текущей меры пресечения, пытаются добиться от прокуроров пересмотра дела, ввиду того, что, по их мнению, были опрошены не все свидетели. Морковь в нашем городе продолжает дорожать. Новые статистические данные утверждают, что и за последнюю неделю ее стоимость повысилась на 2,4%. Вместе с морковью в этот раз почти на 6% подорожала и капуста. Несмотря на летний сезон, когда продуктовые прилавки радуют обилием овощей и фруктов, цены на некоторые из них все же растут. Люди ждут местный урожай и отмечают, что привозные овощи дорожают. К примеру, за эти 7 дней значительно изменились цены на капусту и морковь. Всегда прирост цен идет. Идет прирост. А сезонные овощи, фрукты как? Если честно, я не все покупаю. Что есть, то я беру. Ну, в основном, что берете сейчас с летом? Рацион меняете? Лег взял, ромашки взял. А овощей больше берете, наверное? Пока еще не берем, когда настоящий появится. Местные, да? Люди порой считают, что закупаться на рынках выгоднее, чем в магазинах. У нас в Актюбе многие рынки, такие как коммунальные и оптовые, находятся на окраинах города. Поэтому люди вынуждены оттовариваться в магазинах у дома или в ближайшем супермаркете. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары, включающие 19 номинований по городу Актюбе, за неделю наблюдалось повышение цен на капусту 5,7%, на морковь 2,4%. Также наблюдалось снижение цен на крупу гречневую 4,2% и на сахар-песок на 1%. Из продуктов подешевели только гречка на 4,2% и сахар на 1%. Как сильно изменится стоимость продовольственных товаров в следующий раз, пока неизвестно. Актюбинцы пока стараются сэкономить лишнюю копеечку. И в первую очередь берут самое необходимое. Спрос на дачную продукцию в нашем городе не ослабевает. Недостаток воды, который наблюдается в ряде районов города, никак не сказывается на урожайности участков некоторых дачников, которые выживают во многом за счет использования собственных скважин. Свои скважины поливаем. Огурцы 600 килограмм. Да, пучок моркови 300. Еще можете, пожалуйста, повторить остальные? Зелень по 200. Чавель, лучок. На сегодняшний день стоимость моркови на стихийных прилавках дачников составляет в среднем 300 тенге за килограмм. Огурцы продаются по 600 тенге за килограмм. Зелень по 200. Лук 150 тенге за килограмм. Свеклу некоторые дачники реализуют по 150 тенге за одну штуку. Июль – это месяц, в который начинает созревать крыжовник. Эту полезную для сердца ягоду можно приобрести у садоводов за 2000 тенге за килограмм. Кастак сообщает. Касымжимар Тукаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова по авариям на Мангистаусском атомном энергетическом комбинате от Ираусском нефтеперерабатывающем заводе. Сообщает пресс-служба Аккорды. Как сообщил Алихан Смаилов, выявлен ряд системных недостатков в работе энерго. В предприятии обнаружены недочеты в работе Министерства энергетики АО КИГОК, ТО «МАЭК» и АО «Казмуной газ». Председателю управления «Казмуной газ» Макзому Мерзагалееву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода, говорится в информации. Также принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмагомбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла. Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТО «МАЭК», АНПЗ АО «КИГОК». На 17 участках природного резервата локализованы возгорания в Павлодарской области, передает Костак. Возгорания лесного массива произошли от грозовых разрядов. Благодаря оперативным действиям и своевременно принятым мерам лесной охраны и сил департамента ЧС, пожары локализованы на малых площадях. 11 пожаров ликвидированы, по остальным ведутся работы. Угрозы населенным пунктам нет. В Петропавловске приехавшая на место смертельного ДТП фельдшер пострадала в другой аварии. Между припаркованной рядом с местом аварии каретой скорой помощи и проезжавшим мимо Мерседесом произошло столкновение. Пострадала 22-летняя фельдшер, она госпитализирована. Скорая была вызвана в 0 часов 10 минут. 38-летний водитель ВАЗа сбил пешехода, вышедшего на проезжую часть в неустановленном месте. 19-летний пешеход скончался. 37-летний водитель Мерседеса скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан. Спасатели за сутки помогли пятерым тонущим людям, сообщает пресс-служба МЧС. С начала года за окупание в непредназначенных местах оштрафовано 2702 человека на общую сумму 23 миллиона тенге. В отношении ТО «Орхан», отвечающего за водоснабжение в Алматинской ремизовке, завели уголовное дело. В ходе проверок Департаментом комитета по регулированию естественных монополий выявлены нарушения в деятельности этого предприятия, наложены штрафы в 120 миллионов тенге. Жители микрорайона жаловались на перебои с водой в течение двух лет. Оптовый рынок бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Казахстане монополизировали две компании – ТО «Петросан» и «Казмонайгаз», следует из отчета, предоставленного агентством по защите и развитию конкуренции. Все нефтепродукты производятся из подготовленной для переработки сырой нефти, поставщиками которой являлись одни и те же организации. Государственные аудиторы ревизионных комиссий попали под следствие в трех областях Казахстана, сообщает антикоррупционная служба. Так, в области ЖТСУ бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета мертвых душ и завышения зарплаты работников школ. В ходе следствия изобличен в получении взятки в 500 тысяч тенге государственный аудитор ревизионной комиссии Алматинской области. В Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор. Она подозревается в получении взятки в размере 26 миллионов тенге. Подозреваемая выдворена в ВВС. Подозреваемого в сбыте наркотиков экстрадировали в Казахстан из Германии. Преступление было совершено три года назад. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Памятник Александру Невскому открыли сегодня в Алматы. Он представляет собой отлитую в бронзе фигуру князя верхом на конец чудотворной феодоровской иконы Царицы Небесной в руках. Он находится на площади перед Александра Невским собором. На открытии памятника зачитали обращения президентов Казахстана и России Касымжамарта Такаева и Владимира Путина. Оба президента отметили дипломатический дар князя, который вошел в историю не только как победитель на поле боя, но и как успешный политик. История свидетельствует, что путешествуя в столицу монгольской империи Каракорум, Александр Невский неоднократно посещал Великую Степь и те места, где ныне стоит Алматы. Акция приемная на дороге стартует завтра в нашем регионе. В районе правоохранителей специалисты госорганов будут принимать посетителей в 14 отведенных пунктах. Экстремальная жара на протяжении нескольких дней, а теперь резкое похолодание, обильные осадки, как скажутся капризы природы на урожае зерновых в регионе. Мечта о своей квартире становится реальностью. Участвуйте в розыгрыше квартиры от Национальной лотереи 16 июля. Не упустите шанс стать новоселом. Покупайте билеты на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продаж. Вы хотите просто дать рекламу без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение. Верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. 240 миллионов тенге. Такой ущерб причинили актебинцам интернет-мошенники только за 6 месяцев текущего года. Обсуждение актуального вопроса о профилактике этого вида преступлений состоялось на встрече сотрудников областного департамента полиции с руководителями банков. На сегодняшний день одним из самых распространенных видов преступлений является мошенничество, в том числе и посредством всемирной паутины. Такая тенденция связана с цифровизацией финансовых услуг, отмечают правоохранители. С начала текущего года по фактам интернет-мошенничества областным департаментом полиции было зарегистрировано порядка 450 уголовных дел. Больше всего актебинцы попадаются на фейкивые объявления о продаже товаров, вкладываются в инвестиционные компании, начинают увлекаться онлайн-играми. Одним из самых распространенных видов преступлений является мошенничество, в том числе интернет-мошенничество, которое совершается в связи с цифровизацией финансовых услуг. За шесть месяцев текущего года по фактам интернет-мошенничества по департаменту полиции зарегистрировано 441 уголовное дело, из них наибольшее количество 153 связано с продажей товаров через колеса КИЗ, ОЛХ и Телеграм. Остальные факты связаны с вложением в инвестиционные компании, онлайн-играми, раскруткой денег, обналичиванием денежных средств и другие. В настоящее время в результате преступных действий мошенников, потерпевших причинен материальный ущерб в размере 240 миллионов тенге. С целью усиления борьбы с мошенничеством в областном департаменте полиции состоялся круглый стол. В нем наряду с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие также сотрудники облпрокуратуры, начальник управления по регулированию и развитию финансового рынка по Ктюбинской области и руководители банков второго уровня. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Полицейская акция «Приемная на дороге» стартует завтра в нашем регионе. Автовладельцы могут посетить один из 14 отвезенных участков, чтобы получить от правоохранителя ответы на интересующие вопросы. В ходе акции «Октюбинцы» могут напрямую обратиться к представителям департамента полиции с 9 утра до 7 вечера, задать вопросы в ходе прямой эфира на официальной платформе Instagram полиции «Октюбия». В рамках мероприятий представители административной полиции, местной полиции, городских управлений, районных отделов полиции ответят на вопросы жителей. Акция «Приемная на дороге» будет проведена по следующим адресам. По городу в «Октюбе» улица Жургенева, 177, напротив западно-казахстанской ярмарки, а также в районных центрах. Засуха не угрожает яровым посевам в нашем регионе. В областном управлении сельского хозяйства сегодня прокомментировали ситуацию с состоянием сельхозплощадей. По оценке аграриев, зерновые, масличные и другие культуры от экстремальной жары не пострадали. Ежегодный посев – это как лотерея. Не угадаешь, каким будет лето. На прошедшей неделе наш регион, да и другие территории страны застала врасплох жаркая погода. Конечно, фермеры беспокоились о состоянии посевов. Как сообщает источник «Отамикенбизнес», в Обайской области, где осадков не было 40 дней, аграрии уже фиксируют сгоревшую пшеницу. Решить проблему засухи помогают современные растительные системы, которые есть в некоторых хозяйствах. В Актюбинской области в этом году яровыми культурами засеяны 589 тысяч гектаров земли. В текущем году посевные площадки яровых культур составляют 589 тысяч гектаров. Из них зерновые – 418 тысяч гектаров, 63 тысяч гектаров – это масличные, 88 – это кормовые. Сами это 12,7 тысяч гектаров – это картофель. Прошлогодний показатель сбора зерна составил в области 531 тысячу тонн. Специалисты отмечают, что погода летом тогда была более благоприятной. Но пока у нас ситуация стабильная и угрозы посевам нет. В конце июня и в начале июля высокая температура и небольшие осадки были менее благоприятны для роста. Но ситуация не критична. Осадки в середине и в конце июня, от 20 до 25 июня положительные сказались на состоянии сисказных культур. Также вчера 11, вчера 12, сегодня, а также завтра, завтра, послезавтра ожидается осадки. Несмотря на все трудности с погодой, аграрии надеются, что осенью у них будет хороший урожай. Тамерис Шумабаева, программа «Факт». Мадридский «Реал» может оказаться в центре крупного скандала. Королевский клуб не объяснил своей финансовой отчетности трату сотни миллионов евро, который указал в графе «Прочие расходы». В «Реале» отказались ответить на вопросы по этой теме. В УИФА изучат, как клуб учитывает эти деньги и может ли это являться нарушением финансового фейерплей. Мечта о своей квартире становится реальностью. Участвуйте в розыгрыше квартиры от Национальной лотереи 16 июля. Не упустите шанс стать новоселом. Покупайте билеты на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продаж. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга «Реклама с QR-кодом». Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно, навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм.